Антон Палч Чехов Хирургия Земская больница За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чучунчевой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцем левой руки сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит дьячок вонмигласов, высокой коренастый старейка в коричневой рясе с широким кожаным поясом, правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. — А мое вам, — зевает фельдшер, — с чем пожаловали? — С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич! К вашей милости! Истинно и правдиво в псалтыре сказано, извините, питье мое с плачем растворях. Сел на медни со старухой чай пить, и ни, Боже мой, ни капинки, ни синь порох, хоть ложись да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе, ну, всю эту сторону так и ломит, так и ломит, в ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или какой-то другой предмет, так и стреляет, так и стреляет. С огрешихом и беззаконно вахом, скудный бивак олях душу грехми, в ленности житие мое и ждих. За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи. Отец мой Ирей после литургии упрекает, косноязычен ты, Ефим, и гугни встал, поешь, и ничего тебя не разберешь. А какое судить тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распуши, извините, и ночь не спамши. Мда, садитесь, раскройте рот. Восьмигласов садится и раскрывает рот. Курятин хмурится, глядит в рот, и среди пожелтевших от времени табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец Диакон велели водку с хреном прикладывать, не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы, довелели теплым молоком зуб полоскать. Я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл. Бога боюсь, пост. Предрассудок. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. Вам лучше знать, Ефим Михеевич. На то вы и обучены, чтобы это дело понимать, как оно есть, что вырвать, что каплями или прочим чем. На то вы благодетели и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас день и ночь, на отцы родные, по гроб жизни. Пустяки, скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах. Хирургия, пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки. Раз плюнуть. На медне тоже. Вот, как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский. Тоже с зубом. Человек образованный, обо всем расспрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает по имени-отчеству. В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Христом Богом молит. Вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. Вот чего уж не вырвать. Вырвать можно. Только тут понимать надо. Без понятия нельзя. Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее, вопросительно потом кладет и берет щипцы. Ну-с, раскройте рот пошире, говорит он, подходя щипцами к дичку. Сейчас мы его того расплюнуть. Десну подрезать, только тракцию сделать по вертикальной оси. И все. Подрезывает Десну. И все. Благодетели вы наши, нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил. Не рассуждайте, ежели рот у вас раскрыт. Этот легко рвать. А бывает так, что одни только корешки. Этот раз плюнуть. Накладывает щипцы. Вот стойте, не дергайтесь. Сидите неподвижно. Мгновение ока. Делает тракцию. Главное, чтобы поглубже взять. Тянет. Чтоб коронка не сломалась. Отцы наши, мать пресвятая. Не того, не того. Как его? Не хватайте руками. Пустите руки. Тянет. Сейчас. Вот, вот. Дело-то ведь нелегкое. Отцы, родители, ангелы. Дергай же, дергай. Чего пять лет тянешь? Дело-то ведь хирургии, а сразу нельзя. Вот, вот. Восьмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дичком и тянет. Проходят мучительнейшие полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дичок вскакивает, лезет пальцами в рот, во рту нащупывает. Один зуб на старом месте. Тянул, говорит он плачущим, и в то же время насмешливым голосом, чтоб тебя так на том свете потянуло. Благодари покорно. Коли не умеешь рвать, так не берись. Света божьего не вижу. А ты зачем руками хватаешь сердца фельдшера? Я тяну, а ты мне под руку толкаешь разные глупые слова. Дура. Сам ты дура. Ты думаешь, мужик, легко зуб отрывать? Возьмись-ка. Это не то, что на колокольню полез, да в колокола отбарабанил. Не умеешь, не умеешь. Скажи, какой укащик нашелся? Ишь ты, господину египетскому, Александр Ивановичу рвал. Да и тот ничего, никаких слов. Человек почище тебя, а не хватал руками. Садись, садись тебе, говорю. Света не вижу, дай дух перевести. Ох, садиться. Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай сразу. Молчи, ученого. Эх, господи, народ, необразованный, живи вот с этакими, отчумеешь. Раскрой рот, накладывает щипцы. Хирургия, брат, не шутка. Это не на клиросе читать. Делает тракцию. Не дергайся. Зуб выходит застарелый, глубоко корни пустил. Тянет. Не шевелись. Так, так, не шевелись. Ну, ну. Слышен хрустящий звук. Так и знал. Восьмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот. Был бы мне козьей ножкой, бормочет фельдш. Вот такая козья. Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. Паршивый черт, выговаривает он, насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель. Поругайся мне ищут, бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы невежа. Молтев в бурсе березой подчевали. Господин египетский Александр Иванович в Петербурге лет семь жил, образованность. Один костюм рублей сто стоит. Да и то не ругался. А ты что за пава такая? Ничто тебе не окалеешь. Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит во свояси. Субтитры подогнал «Симон»